В этом видео я покажу как приготовить вкуснейший щербет, который обожают и дети и взрослые. Это просто вкуснейшая восточная сладость, от которой просто нереально оторваться. Готовить ее в домашних условиях очень легко и просто. Что нам для этого нужно? Нужен ванильный сахар или ванилин, молоко, стакан молока нам нужен будет, сахар, 3 стакана нужно будет сахара, арахис, полкило жареный. Нужна будет сухая смесь детская, любая, и какао. Чистим арахис наш, напоминаю, арахис должен быть жареный. Все это дело высыпаем в емкость, добавляем сухую смесь, ну то есть сухое молоко. Повторяю, сухая смесь может быть разная, потому что ее очень много, всяких видов. Добавляем ванильный сахар. Все это дело мы тщательно перемешиваем. Мешаем очень хорошо, чтобы все перемешалось. Можно использовать ванилин, можно ванильный сахар, без разницы. Когда мы это все перемешали, берем отдельную посудину. Добавляем туда наши 3 стакана сахара. 3 столовые ложки какао. Можно немножко больше, это не принципиально. Все это дело мы тоже тщательно перемешиваем. Перемешиваем, пока у нас не появится равномерный цвет. Ну вот, пока не перемешается белый, белый сахар наш с какао. Все это дело мешаем хорошенько. Торопиться нам некуда. Вот, когда мы вот это все дело перемешали. Вот так у нас выглядели две кастрюльки. Добавляем молоко. В ту емкость, где у нас какао с сахаром. Вот мы добавляем стакан молока. Опять это дело все перемешиваем. Тоже мешаем тщательно стараемся. Чтобы не было никаких комочков, чтобы все растворилось. Делаем все аккуратно, не спеша. Когда мы все перемешали, ставим эту кастрюльку на газ. Огонь должен быть небольшой. Первую пенку, которая появляется, я снимаю. Убираю ее. Доводим это дело все до кипения. На небольшом огне, повторяю. Следим обязательно, чтобы на сахар с молоком не убежал. Потому что, если огонь будет большой, оно легко очень вспенивается. И вся печь получается липкая. Все. Когда оно покипело немножко, доводим до кипения. И кипятим буквально 5 минут, не больше. Когда оно немножко постояло, пенка остыла, мы все это дело выливаем во вторую кастрюльку. Там, где у нас находится арахис и сухая смесь. Вот так все это красиво выглядит. Очень красиво, очень аппетитно. Опять же, перемешиваем все это дело наше. Делаем из всей этой смеси нашей. Вкусняшку. Вот так красиво это все получается. Если бы вы знали, как это еще пахнет, все ароматно и вкусно. Восточными сладостями. Просто пальчики оближут. Вот так вот все у нас арахис перемешался с этой жижей. Со сладкой, липкой. Хорошо перемешиваем, потому что на донышке нашей кастрюли может прилипать смесь. Все это дело мы хорошо перемешиваем. Потом берем емкость. Ну, это у меня емкость желтая, как формочка будет. Можно любую формочку брать и в любую формочку это все дело заливать. Заливаем это все. Когда мы в формочку все залили, вот так вот немножко нужно потрясти, чтобы воздух вышел. И оставляем это все дело при комнатной температуре. Когда все это дело остыло до комнатной температуры, мы ставим наши формочки в холодильник. В холодильнике они уже застывают до полной готовности. Они должны быть тверденькие. Вот так все это прекрасно у нас выглядит. Периодически твердеет все со временем. Вот это мы уже достали нашу формочку из холодильника. Вот так вот все оно застыло. Оно получается не дубовое. Все это хорошо жуется. Режем все это потом как хотите. Кубиками, слайсами, дольками. Кому как нравится. Всем приятного аппетита. Все очень вкусно получается. Главное, что это все очень просто делается. Все очень простые ингредиенты. Всем приятного аппетита. Смотрите наши другие видео.